В эти минуты мэр города Иркутска Виктор Кондрашов находится с рабочей поездкой в поселке Вересовка. Там началась прокладка трубопровода, благодаря которому жители поселка смогут пользоваться централизованным водоснабжением. На месте находится наш корреспондент Артур Харламов. Он расскажет о ходе работ подробнее. Артур, тебе слово. Яна, добрый день. Именно так выглядит будущая система водоснабжения Вересовки. Сегодня этот экскаватор начал последний этап прокапывания траншеи, когда работы здесь будут закончены. Рабочие в образовавшиеся траншеи уложат две трубы диаметром 200 мм из специального усиленного пластика и запустят систему водоснабжения. Ее длина от Вересовки до Иркутска составит 6,5 км. Когда все это начнет функционировать, это позволит провести в дома жителей постоянное водоснабжение, а также обеспечить должную пожарную безопасность. На данную минуту это вся информация. Спасибо. Артур, спасибо и вам. Напомню, на связи со студией с поселка Вересовка был наш корреспондент Артур Харламов. Троих воров-домушников из Уссоля-Сибирского задержали в Приангарье. Молодые люди действовали по отработанной схеме. Один подбирал ключи, двое других выносили из квартиры ценные вещи. Среди украденного ювелирные украшения, фотоаппаратура, компьютеры, ноутбуки, планшеты и банковские карты. Однако в последние месяцы злоумышленники, помимо прочего, стали похищать дорогостоящую парфюмерию, алкогольные напитки и даже обувь. По версии следствия, подобных эпизодов на счету молодых людей не менее десяти. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Задержанные уже дали признательные показания. Как удалось выйти на след домушников, полицейские не говорят, а вот ее выдало селфи. Школьница из Бурятии, похитив у знакомых пуховик, сфотографировалась в обновке и поместила фотографии на своих страничках в социальных сетях. Эти фото и выдали девушку. Потерпевшая узнала свой пуховик и заявила в полицию. Они три месяца не выходят на улицу. Двойняшки из Иркутска страдают детским церебральным параличом. Мальчики не могут передвигаться самостоятельно. Раньше мама гуляла с ними во дворе на специальной коляске. Но в декабре прошлого года она сломалась. Стоимость новой свыше 135 тысяч рублей. Для Сережи собрали, да, на одну коляску собрали. Теперь вот нужно, чтобы Олегу тоже, коляску. Так как дети хотят гулять вместе, а по одному не хотят. Как помочь детям, расскажем в вечерних выпусках новостей. К новостям спорта. Байкальский ледовый марафон за сохранение чистых вод соберет более 180 бегунов из 24 стран. Состязания состоятся 1 марта. Как сообщают организаторы марафона, хотя свыше половины всех участников россияне, от Иркутской области на старт выйдут всего 7 человек. Среди иностранцев больше всего англичан, около 20 человек, а также японцев и немцев. Забег стартует из поселка Танхой в Бурятии и финиширует в Листвянке. Длина маршрута 42 километра. Если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео и фото на нашу электронную почту аистмрсобакаяндекс.ру или звоните по телефону редакции 33 13 28. Увидимся меньше чем через час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова